Муж часто мне хамит. Супруга не занимается домашними делами, говорит неинтересно. Я и его жена беременны. В эфире служба спасения семьи. И сегодня мы вместе с Павлом и Елизаветой Амельницкими и священником Алексеем Ботоноговым будем отвечать на ваши письма и звонки. Вы можете отправить письма на наш электронный адрес или по номеру телефона, а мы постараемся вам помочь. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, Павел, Елизавета. Добрый день. Очень приятно. Ребятки, Егор. Детишки. Федор, скажи здравствуйте. 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 Федя маленький. Федя маленький, понятно. Это все ваши дети? Пока четвертый. Ну мы желаем, чтобы еще были дети, но мы хотим послушать вашу историю. Как вы познакомились? От Елизавета пускай расскажет, она молчит, улыбается. Познакомились мы еще в мои студенческие годы. Познакомились случайно, пошла на лето устраиваться между двумя курсами на работу и Павел обучал меня работе и как бы ничто не предвещало. Просто работали вместе, а потом как-то за лето прикипели друг к другу. Вы были студенткой, да? Я была студенткой, да. Он уже работал. Он работал. Он не был студентом. Воспользовался служебным положением. Ну что-то вроде того, да. Потом разъехались, он уехал к себе на родину, в свой город. Я осталась в своем городе и как бы вроде как, ну общались, поддерживали общение, созванивались. Даже письма было делать, писали, несмотря на то, что был уже 2006 год на дворе. Вот такой любви с первого взгляда не было или все-таки было чувство? Было, скажем так. Ну-ка, ну-ка. Была симпатия, было понимание. Как-то вот мы нашли друг друга, как-то мы вот характерами сошлись. Было интересно вместе как-то, новые приключения, что-то новое узнавали. Уехали в прекрасный город Анапу. Хорошо, укморит. Вот, вместе, да. Уехали, просто спонтанно собрали чемодан и уехали. Ни денег, ничего. Просто решили конец лет провести в Анапе. Вот провели, приехали, он уехал к себе, я к себе, осталась. И все. Ну, я так понимаю, что на тот момент вы не то, что вы церковлены не были. Вы и в православии еще кричены не были. Я была. А я на тот момент был очень погружен в язычество. Я чувствовал, что это такое прям мое направление. Вот, потому что воспитывался в протестантской семье и до 18 лет так вот, так скажем, наевшись плотно религиозными всеми собраниями, чтениями, Библией там и так далее. Я, так скажем, уехал из Сибири и так вот для себя какую-то свободу почувствовал. Искал себя в разных местах. И вот в конечном итоге нашел себя в язычестве так вот. Потому что какую-то силу в этом почувствовал. Был там такой и вроде ребята тут, так скажем, по спорту вместе, как такая братва такая была. И я себя в этом чувствовал, считал, что это мое родное. Это очень интересно. Я многих знаю спортсменов, причем даже удающихся таких, которые вот тоже через это прошли. Слава Богу, они постепенно, конечно, пришли к православию. Но как-то вот есть. А как вы пришли к православию? Ну, во-первых, как бы спасибо и супруге, потому что много, конечно, благодаря ей. А во-вторых, я себя искал все это время. Все это время искал. И не мог нигде. Я ожидал, что там я зайду в храм и какую-то святость буду испытывать там перед иконой. Но нигде не находил это. Ходил и в мечети, и в синагогу, в разных местах. Вот. И в конечном итоге, столкнувшись с определенными проблемами при воспитании детей, я понял, что есть вещи, которые я упустил. Такой фундамент. Хотя я и рос в протестантской семье, но родители все же христианский фундамент в меня заложили. Вот. Да, у меня перед глазами был пример моих родителей, которые в одном браке вот нас четверых воспитали. Бабушка с дедушкой, которые тоже, будучи христианами, 12 детей. Бабушка там, мать-героиня была. Тоже в одном браке. И, конечно, я понимал, что, начал осознавать, что именно духовный фундамент, прочный фундамент, который в нас заложили и в супругу, и в меня, соответственно, да, все равно он дал свои плоды в сложных ситуациях. И я понял, что у меня есть провал в этом плане в воспитании моих детей. И решить смогли только благодаря... Через духовное воспитание. Через духовное воспитание, да. Благодаря православной вере. Абсолютно точно. Отец Алексей, у вас большой опыт и духовничества, и вообще, вы священник уже многие-многие годы, и брак у вас совершенно замечательный. Как часто так бывает, что вот из язычества люди приходят в православие? К сожалению, по-разному бывают. И наоборот, увы, бывают. Но наоборот, в язычество уходят те люди, которые в православии, конечно, были не погружены, которые не жили христианской жизнью. Которые так номинально были крещенными. И, к сожалению, таких людей немало, которые номинально крещенными, но не знают веры. Не хотят ее узнать. Обкрадывают себя таким образом. Я знаю случаи, когда из язычества люди приходят в православие. И спортсменов много, которые увлеклись язычеством. Это очень легко объяснимо. Это физика. Физика, имея в виду физкультура. То есть это некая идеология, такая языческая культ тела, культ силы, стихи, страсти, эмоции. И культивируется все это. Но, слава Богу, благодаря, я думаю, и многим проповедям, и телеканалу «Спас», и другим источникам, люди соприкасаются с истинной верой православной. В храмах, конечно, Божьих, в первую очередь. И я знаю такие случаи. Переходят в православие, слава Богу, принимают крещение. Или выцерковляются, будучи когда-то, может быть, крещенными, но не выцерковленными людьми. А сколько лет назад вы покрестились? Ну вот, в ноябре будет четыре года назад. То есть вы вот сейчас в таком воодушевлении веры, и много дается благодать заранее, такое неофитское состояние духа, когда все вокруг открывается. Для меня все новое, так скажем, да, и буквально вот даже на днях, то, что я там пришел в храм, захожу в среду на утреннем богослужении, мне батюшка подходит ко мне, а ты что здесь стоишь? Я только пришел, служба сейчас начнется. Он говорит, ну-ка раздевайся, пойдем в алтарь. Ну, для меня такое удивление, да, там, я в алтаре, я говорю, да, батюшка, вы что, я не готов, вы, хорош. Он говорит, ну, когда-то же начинать надо, пойдем, пойдем давай. Ну, понятное дело, я стоял, у меня там чуть ли не слезы на глазах, эмоции, наверное, вот кто по нам орем первый раз в жизни бывал в алтаре, да, совсем другая служба. И, конечно, да, каждый раз вот такое воодушевление необычайное, конечно, как чудо для меня. Вот дай бог, что так и продолжалось, на самом деле. Лизавета, а вы чувствуете, вот что меняется у вас в семье по пути вашего мужа сейчас, в оцерковлении? Ну, конечно, чувствуется. Чувствуется и очень чувствуется. Ну, как он строже стал или, наоборот, мягче? Не скажу ни строже, ни мягче, просто само отношение поменялось. Я долго очень пыталась ему донести, что в семье, например, очень важно там уважение, что нет такого, что у нас там патриархат или матриархат, что обязательно кто-то должен быть главным, и все, стукну кулаком по столу, и так будет. Я все время его вызывала к тому, что надо, ну, чувствовать друг друга, что надо обсуждать, что надо общаться. Где-то недопонимание, потому что каждый всегда смотрит со своей позиции на любую ситуацию, то есть у каждого свое мнение. И что надо просто садиться и обсуждать. Не ругаться, не кричать, там, не бить посуду. Надо просто садиться и обсуждать, что тебя не устраивает, что меня не устраивает. И приходить к общему, где-то, чем-то, кто-то, чтобы жертвовал. Потому что иначе без этого не будет взаимопонимания. Все равно кто-то придется, да, кто-то здесь чуть-чуть уступит, кто-то в другом месте что-то уступит. И сейчас, после того, как Павел у меня крещение принял, крестился он в один день с дочками вместе, да, и со старшей, и с младшей, они в один день крестились. Вы ждали этого дня? Ну, пожалуй, да. Но я его никогда не торопила, никогда его не заставляла, никогда не настаивала. Единственное, на чем я настояла, это было то, чтобы мы крестили сына. И когда Егору был год, мы его крестили, потому что я все-таки была православная. Потом, когда уже родилась дочка следом, погодка, Паша наотрез сказал, что нет, она должна вырасти, и только после этого понять, чего она сама хочет. Дочек не дал крестить. Типичное заблуждение, которое очень многие пребывают. Мы сейчас это сделаем и будем духовно развивать. Он сказал, ну, нет, тогда он еще искал себя в этом плане, и сказал, нет, она должна сама. И, конечно, очень показательно было то, что они все это сделали вместе, потому что, как говорится, что дочки всегда ближе к папе, дочки равняются на папу. Вот, и показательно все это вместе произошло, и они вместе этот день отмечают. Как и должно быть, отец собственным примером. Да. В возрасте 33 лет крестился. Ну, сейчас, надеюсь, вы так не считаете, что ребенок должен сам определиться, когда вырастет. Нет, более того, я реально, как вы и сказали, я считаю, что это огромнейшее заблуждение, огромнейшее заблуждение, потому что это фундамент базовый. Вот, я могу на собственном личном примере, на своих детях сказать, что надо с рождения это делать. Это наша обязанность, батюшка, мне кажется, наших детей, как и положено, там, вот, 40 дней, крестить. Ну, не просто крестить, очень важно, понимаете, воспитывать веру, чтобы крещение осталось формальным. Формальное крещение, просто покрестить, и все, не нужно. Нужно именно эта возможность, вот, что называется, от молодых ногтей, с молоком матери впитать веру. Это очень важно. Вырастет, разберется, само собой. Свободу выбора у человека нельзя отнять. У ребенка, у маленького, ее нет свободы выбора. Все решают родители. Ребенок ведь не решает, в какой семье он родится, в какое время. Верующий у него родитель православный или неправославный, или атеист. Ребенок этого не решает. И все решения за ребенка принимают родители. И воспитывать веру, конечно, надо с самого раннего возраста. А потом, когда он вырастет, у него будет возможность выбора. Вот он знает, что семья верующая, христиане, его научили жить по-христиански. А уроки безбожной жизни мир в изобилии преподает. То есть в этом не нужно смущаться, к сожалению, хотим мы этого или не хотим. Наши дети соприкасаются с безбожным миром. И у ребенка появляется уже, у молодого человека появляется выбор. Вот так живет моя семья, так меня научили жить со Христом, а так живет безбожный мир. Отец Алексей, а вот Елизавета, посмотрите, как она мудро ждала просто. Ну, известно, что мужчину нельзя уговаривать, тянуть. Это обычно у мужчин обычно. Конечно, разные бывают, вызывают противоположную, так сказать, реакцию. Я как-то слышал, может, не раз даже вспоминал, у меня один мужчина, хороший очень, в общем-то, высорковился в конце концов, говорил батюшка, говорит, я только соберусь на исповедь к вам прийти. А мне, говорит, жена опять, пошли на исповедь. Я же не могу подчиниться. Я, говорит, не пойду. Я, говорит, все ждал, пока она меня перестанет тащить, чтобы я сам. Ну, с Божьей помощью, конечно, то есть даже сам, но не что жена меня притащила. Елизавета, помните, вот первая какая-то, я не знаю, первая фраза, говорит супруг, я вот готов пойти покреститься. Он не сказал, я готов. Он говорит, я принял решение. Я говорю, ну, это твое решение. Конечно, мы шли к этому долго, долго ждали. Он просто сказал, что я решил, да, я должен пойти и с Сашей, с Полей сделать это мне. Егор, когда ты узнал, что папа будет креститься, ты же уже взрослый был достаточно, да? Ну, на самом деле, я был очень удивлен, что он принял это решение. Ведь, ну, столько лет, как бы даже, начиная с моего возраста, он был, как бы... Другой? Ну, да, совсем другой. И решил изменить все, как бы даже кардинально прям. Было очень неожиданно так. Ну, ты обрадовался? Ну, да, я был очень рад. Это то, что называется приятная неожиданность? Да, это очень приятно было. Одновременно я был рад еще и за сестер, то, что они также станут православными. То, что мы станем, как бы, ну, теперь уже полноценной семьей. И вот, в общем, так... Можно только обрадоваться за вас. У меня вопрос есть. Слушай, слушай, жду, а про венчание-то когда вы расскажете? О! На самом деле, да. Все равно, даже уже крестившись, продолжал себя искать все равно. И там поступил в Московскую духовную академию, в Троице Сергея Валавра учиться начал. И все, не мог себя вот найти, вот не мог найти себе и духовника, как-то вот. Вот, ну, как-то у меня это сложный был такой процесс. И, вы знаете, батюшка, вот недавно нашел. Вот, как Бог послал, неожиданно. Точнее, даже, наверное, он меня сам нашел. То есть, вот, и сейчас, да, я понимаю, что мы достигли, наверное, того момента. У нас 18 лет, как мы вместе, совершеннолетние. И нам пора, да, и мы сейчас готовимся. Конечно, не откладывайте верующие. Знаете, когда венчаются неверующие люди, это большой вопрос. Это вы не нужно делать. Нет, все будет готово. Неверующие не должны венчать человека. Но верующие должны жить в браке с благословением Божьим. Безусловно. Не откладывайте. Отец Алексей, вы повенчали не одну семью, которая у нас на спасении. Батюшка интересуется не случайно. Нет, 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 нет. Венчание в храме регулярно происходит. Поговорим еще об этом сегодня, отец Алексей. Да, в любом случае, ваш пример, он очень такой позитивный, вдохновляет всех нас. Но есть и письма. Люди пишут свои истории такие грустные. Мы обязательно будем отвечать. Вот, например, часть письма «Мне постоянно муж хамит». Мы обязательно ответим на это письмо после небольшой паузы. В эфире служба спасения семьи. Мы продолжаем зачитывать ваши письма, принимать звонки и отвечать на ваши вопросы. Следующее письмо. Я зачитаю, да. Ситуация такая, муж часто мне хамит, даже если я ничего такого не сделала. И меня это очень сильно обижает. Сегодня же, когда я попросила поддержать ребенка, чтобы дать лекарство, а он разговаривал по телефону с другом и сказал, я занят. Меня это выбесило. И я спросила, тебе вообще не важна семья. Он с агрессией ответил матом. Я просто хлопнула дверью и ушла. Это повторяется не первый раз. Потом он приходит, извиняется чуть ли не на коленях. Я не знаю, что с этим делать. С каждой такой ситуацией у меня к нему появляется отвращение. Подружек у меня нет, даже некому выговориться. Вот этот вот ругань, брань в семье, конечно, разрушает самое главное. Да, сквернословие, даже в самом этом словосочетании, в этом сложном слове, уже заложен смысл. Сквернословие. Скверно – это то, что нас разрушает абсолютно. У меня здесь не понравилось слово, которое употребила наша зрительница. Выбесило. Выбесило, да. В этом слове тоже заложен очень страшный корень. И то, что с ней произошло, она сама признается, кто ее подтолкнул к этим действиям. Страсть. Да. Который враг рода человеческого возбуждает в человеке, так сказать, зло на зло, вот агрессия на агрессию. Это типично все, на самом деле. Или какая может быть реакция на раздражение? Только раздражение. На гнев, реакция гнев. Тем более, когда употребляется мат, сквернословие. Какую высоту духовную надо иметь, чтобы на агрессию ответить, так сказать, терпением, спокойствием, любовью. Нужно какое-то глубокое понимание иметь. Обычно на агрессию, агрессия, реакция. А как себя вести? Если сквернословят, что надо в ответ? Молиться. Ну, тут, я думаю, очень много за кадром. Не все понятно в этой истории. Здесь уже констатация факта. Вот так происходит. Почему муж себя так ведет? Почему он хамит? Может быть, там действительно глубокий проблем какой-то. И поведение жены, может быть, его тоже раздражает, в свою очередь. Может быть, она его чем-то обижает, чем-то не понимает. Я думаю, нужно задуматься каждому. Ну, вот раз супруга обращается, задуматься. А что я делаю не так? В любой семье вопрос имеет смысл. Любой человек делает что-то не так. Любой. Вот начать надо с себя. Вот что, на мою любовь проявляется хамство и агрессия? Ведь, наверное, нет. Может быть, на равнодушие, может быть, на непонимание, может быть, на упреки. Ну, на что-то. Конечно, когда идет в ответ мат, я думаю, лучше молчать и молиться. Потому что не матом же в ответ отвечать. Что же будет? Просто уйти в другую комнату. Я тебя прошу, пожалуйста, не надо. Тут еще такой момент в конце письма. Вот я обратила внимание, Елизавета. Телезрительница пишет о том, что ей выговориться даже не с кем. Подружек нет. Это же тоже как-то влияет на климат в семье. Должны же быть друзья у семьи общие. Я тоже так считаю, да. Поэтому со временем как-то у нас так получилось, что у нас все друзья стали общие. И девушке тоже я, пожалуй, посоветовала, может быть, присмотреться к друзьям мужа. Ведь все равно, наверное, есть люди семейные, какие-то друзья общие. Попытаться пообщаться. Это сначала кажется, а мы незнакомые, а ничего интересного нет. А в разговоре, опять же, так же можно собраться дома, может быть, куда-то на природу вместе выехать. И, может, найдутся какие-то точки соприкосновения, и получится найти друзей, даже семейных, и дружить семьями. И уже будет гораздо проще и легче. Знаете, я хотел бы еще раз вернуться все-таки к этому письму и о том, о чем там говорится, про сквернословие, про мат, про ругань. Вот к Егору хотел обратиться. Ты знаешь, чем опасно вообще матершина, сквернословие? Это, я считаю, очень отодвигает Бога сквернословие. Ты это вот чувствуешь, молодец. Это у тебя такое... Душа тебе подсказывает. А вот я тебе сейчас скажу с разных точек зрения. Ну, чисто эстетически, да, это очень некрасивые слова, они очень звучат некрасиво сами по себе. У нас богатый русский язык, и как-то Пушкин обходился без этого. С точки зрения юридической, например, в общественном месте ругань, это административное правонарушение. А с точки зрения духовной, это антимолитва. И на войне же тоже. Сколько вот сейчас передовой новостей о том, что вот ругался матом и погиб. А те, кто не ругается матом, наоборот, выживают в, казалось бы, нереальных совершенно ситуациях. У меня был отец Вячеслав в прошлом, спецназовец, который во время Второй Чеченской войны, он говорит, я так матерился, и вдруг в какой-то момент я понял, что я сам себя разрушаю. И он вообще, он сейчас в Донбассе постоянно находится, он говорит, я перестал. Перестал, потому что понимаю, что нельзя этого делать, я свою смерть приближаю. Здесь об этом сказано, это, безусловно, плохо, это дурная привычка, с которой нужно бороться. Но проблемы в семье, я думаю, не только в том, что мужчины выражаются. Она во взаимоотношении, безусловно, существует. Не с кем поговорить. Я думаю, так бывает, человек вдруг ощущает свое одиночество, но надо в храм идти. Надо с Богом разговаривать. Надо священника, духовника найти себе. Как бы ни был человек внешне одинок, он все равно может быть с Богом. А сколько примеров, когда как будто бы тебя окружают друзья, люди, и человек все равно одиноким остается. Вы знаете, мы часто с этим сталкиваемся, потому что, честно говоря, почти половина, а то и большинство писем, как раз об этом не рассказывают и не говорят. И когда читаешь, понимаешь, что люди вроде хотят приблизиться, но как-то или боятся, или нет этого опыта. Так вот я вам хочу сказать, дорогие друзья, обязательно, обязательно идите в храм. Это первое, что нужно делать. Для восстановления семьи, для наложения семейной жизни, для всего, просто чтобы чувствовать себя человеком. Мы все созданы по образу и подобию Божьему. Представьте себе, на нас священник кодит. Почему кодят на прихожан, знаете, священник? Потому что это образ Божий. Как на икону кодят, так и на человека. Вот почему. Не забывайте об этом. А насколько я знаю, у вас два брата служат. Да. Ну, сейчас один вот только прибыл домой в Кемерово, в Сибирь. Ему сделали операцию, он ветеран боевых действий, представленный к награде. Они штурмовали Артемовск вместе с Вагнерами, только они в рядах ВДВ. Второй брат сейчас уже второй год пошел, находится там. Я как, так скажем, военный волонтер, наверное, как только началась СВО, понял, что моя война, она заключается в том, что я должен всячески помогать и там ребятам на передовой. Соответственно, организовали там с людьми проект крупный УАЗ для фронта, отвезли уже больше десяти УАЗиков туда. Потом мы... И, соответственно, самая главная война была вот здесь. Потому что очень много я столкнулся с проблемой, что много неадекватных людей не понимают, что происходит. То есть я начал... Негативы очень много. И я понял, что таким образом я могу дать поддержку тем ребятам, которые сейчас находятся там. Потому что здесь за них заступиться некому. Там они с оружием в руках защищают себя и нас. А здесь за них заступиться могу только я, вы. То есть я понял, что это очень важная работа защищать словом здесь людей. Но это же воспитание детей, они же смотрят на вас. Ну да, конечно. Это не просто рассказать, что такое патриотизм, а своими поступками, своими действиями. Вы с детьми на эту тему общаетесь? Очень много и часто общаемся, конечно. Даже с Егором постоянно очень часто общаемся на эту тему. Да, это очень важно, безусловно. Защита Родины это основа. Я даже тебя перебью, Егор. У нас получился такой момент, что у них сейчас возраст, как раз все идут в военкомат. Встают на учет и так далее. Переписки. Да, как получилось, мы тут едем, он сходил в военкомат. И просто я даже смотрел на строй ребят. То есть некоторые ребята, они там, вот военкомат, это там ужасное место, плохо и так далее. Егор пришел, у меня такой довольный сидит, говорит, да, в военкомате не так уж и тревожно, и плохо, да? Ты мне сам это говорил. Говорит, а что там все так боятся? Все добрые, все поприветствовались, подсказали, куда пройти надо. Нет ничего такого там. Главное, свое отношение. Для человека патриотического, да, это нормально. На протяжении всей истории России было стыдно не служить мужчинам. Этого были лишены только какие-то там силы своих, не знаю, увечий, недугов и так далее. А всем остальным было стыдно не служить. Вот это должно опять возродиться. Я думаю, что сейчас самое время как раз об этом задуматься и понимать, для чего вообще человек, мужчина для чего создан. Он защитник. Он защитник. Кто, если не мужчина? Если не служит, то, как, по-моему, это кто Столыпин предлагал тогда вести, если ты не служишь там, на войне, то тогда здесь. Всячески помогай ребятам там. Одна вера, одна семья, одно отечество. Вот оно и все воспитание в этом. Давайте читать письмо. Пишу вам, чтобы узнать, как правильно поступить. Я и его жена беременны. Мой мужчина что-то невнятное мямлит. Может, лучше позвонить его жене и сообщить о таком неприятном казусе? Мне ее жалко. Да и жить в неведении намного хуже. Конечно, такое непонятное создание, как этот мужчина, мне особо-то и не нужно. Ребенок первый, поэтому на аборт не решаюсь. Да уж, ситуация не из простых. Я бы начал с конца. Шиворот на вывод. Что касается абортов, все правильно. Ни в коем случае. Это жизнь, это человек. Слава тебе, Господи, что хотя бы вот это вот правильно. Это другая жизнь. Это не ваша жизнь. Это другой человек. Ваш ребенок. И в этом плане вы все сделали правильно. Грех на грех, плодить нельзя. Но что делать дальше? Нужно ли звонить жене? Мне кажется, это само по себе уже тоже начало какой-то... Вопрос, зачем? Да. Вот вопрос, который мне ставят. Отец Алексей. Не нужно звонить жене. Ни в коем случае. Нужно, конечно, осознать, что это грех, покаяться в этом. Само отношение к мужчине, оно, это существо, или что-то мне не нужно, не нужно. В среднем роде что-то такое. Я думаю, что надо рожать ребенка, воспитывать его, молиться Богу, покаяться. Бог даст встретить своего мужа, своего мужчину, а не чужого. Чужого, чужого не нужно. Не нужно. Тем более раз она решила, не нужно, не нужно. Зачем тебе звонить? Да, не нужно. Для чего? Очевидно, был грех, ошибка. Тяжкий грех. Его нужно прекратить, а не усугублять. Не грех на грех. А ребенка надо, конечно, рожать, воспитывать. Как так могло получиться? Вот семья, какое-то развитие отношений в любом случае есть. Там есть проблемы в семье. Скорее всего, измена произошла, прелеподеяние, тяжкий грех. Это не вопрос этой женщины, это не ее семья. Пусть они со своей семьей разбираются, она с собой разбирается. Так бывает. Я, например, знаю как минимум две семьи, когда... Причем, что интересно, они воспитывают вместе всех этих детей. То есть мужчина принял в конце концов решение. В одном случае он вернулся и воспитывает ребенка от другой женщины. А в другом случае наоборот. Ушел, но воспитывает первого своего ребенка. Там разница небольшая, у них буквально месяцев. Но тем не менее, мы не знаем всей истории. Здесь уже она сама приняла решение, поэтому не надо звонить. Но воспитывайте ребенка. А раз вы сами решили, что он не нужен, значит и не нужен. Отец Алексей совершенно правильно говорит. Но нам присылают и другие письма. Вот письмо, например, такого плана. Супруга не занимается домашними делами и говорит, что неинтересно. Вот обсудим это письмо и попытаемся ответить на ваши вопросы сразу после небольшой паузы. Не переключайтесь. В эфире снова служба спасения семьи. Мы продолжаем помогать вашим семьям, читаем ваши письма, принимаем ваши звоночки. Так, письмо опять мужское. Читайте. Вот такое. Наверное, по сравнению с другими проблемами, моя выглядит не очень существенно. Но моя супруга не занимается домашними делами и говорит, что ей это неинтересно. Мы в браке два с половиной года, детей у нас нет. Поначалу она как-то старалась, убиралась. Не часто, но готовила. Сейчас неделями в доме беспорядок. Сам глажу свои вещи. Я самостоятельный в быту, но хочется, чтобы жена создавала уют, могла порадовать чем-то вкусным. Вместо этого дома полуфабрикаты. А на мои просьбы она говорит, что я придираюсь. И вместо того, чтобы заняться хозяйством, часами сидит в телефоне или компьютере. Занимается собой. А когда родится ребенок, что будет? Ее воспитывали мама и бабушка. Наверное, избаловали. Но мне от этого не легче. Как повлиять на нее? Я люблю жену и разводиться не хочу. Вот так вот за два с половиной года. Сколько человек натерпелся? Я хочу, чтобы Егор ответил. Потому что Егор сидит, улыбается и что-то хочет сказать. А мы для начала спросим. Егор, кто тебе брюки глажит? Ну, вообще, мама. А что ты сам не глажешь? Ну, могу и сам, в принципе. Давай начинать. Я где-то с 12 или с 13 лет. Глажу все сам. Вот все сам. Мне это нравится. Вот честно, я думаю, мне так хорошо. Мне тоже нравится, но говорит жена. Жена пускай говорит мужа. Очень хорошо. Ну, это заполнилось. Итак, Егор. Что делать в этой ситуации? Ну, ситуация такая интересная очень. Катастрофа у человека, понимаешь? Катастрофа. Полуфабрикаты дома. Двадцать с половиной года дома никто не убирается. И сам гладит. Ну, я не знаю даже, что посоветовать даже в такой ситуации. Уже поздно, да? Ну. Куда что раньше-то смотрел? Надо как-то потихоньку, потихоньку пытаться ее приучить. Разумеется. Да. Я думаю, сейчас Егор скажет, надо потихоньку, потихоньку учиться готовить. Учиться, да? Это, кстати, тоже выход. Тоже вариант. А Егор сам любит готовить. Да. Мне нравится готовить. Вот. Это, между прочим, разделение обязанностей. То есть ты, например, брюки не любишь, гладься готовишь. Хотя бы разделить обязанности друг на друга. Там поровну хотя бы выполнять что-то по чуть-чуть. Как у вас в семье обязанности разделяются? У нас тоже все поровну. Ну, там старшие помогают с младшими, младшие ведут себя нормально. Мама очень удивилась, я видел, как меня подлетели вверх. Как глава семьи здесь возьму слово. У нас на самом деле, конечно, безусловно, на плечах мамы лежит полностью. Она хранительница семейного очага. Я вот не люблю вот это слово домохозяйка. Мне прям как-то вообще оно отторжение вызывает. Мне кажется, в советские годы появилось это слово. Зато домохозяин как звучит. Да, да. Домохозяин. Я домохозяин, а она хранительница семейного очага. То есть у нас так получается, что я тоже могу и помыть посуду, и там и погладить. Но у нас супруга, моя ЛД, она делает это сама. С удовольствием? Твоя, твоя. Самое главное, с удовольствием? С удовольствием, да. У нас как-то так вот повелось. Приходится с удовольствием. Да, просто до мужа я с папой жила. Поэтому у меня уже тогда зародилось, что есть мужчина, который зарабатывает. Я как женщина должна дом содержать. Я должна прибираться. Хотя изначально все это делал папа, но мне стало жутко стыдно за это. Я потихонечку в подростковом возрасте, да, втянулась. Тут где-то полы помыла. Тут вроде начала кулинарные свои способности испытывать. И в результате очень хорошая такая вот жена получилась. Знаете, отец Ильич, у нас удивительная ситуация. Вот совсем на предыдущей программе мы читали письмо, где наоборот. То есть жена постоянно готовит все дома уютно. Он говорит, готовит хорошо, но за собой не следит. А здесь наоборот. Я не знал об этом. Вот как же их это соединить и поделить? Я об этом не знал, что у вас такое письмо было. Я хотел сказать, я представляю себе письмо этого же человека через 10 лет. Он пишет ему, готовит прекрасно, убирается, все чисто, за собой не следит. Не могу ничего сказать. Мне кажется, я уверен в этом абсолютно, что нужно возрастать в любви, конечно. Когда человек любит, влюблен, увлечен, ну когда любит, он недостатки не замечает. Он их оправдывает, он их находит прекрасными. А когда вот не хватает, ну это может как кризис какой-то или еще. Что-то, например, придираться начинает. Что-то не так. Ну, надо увидеть в этом хорошее. Надо следить за собой ради своего мужа. Надо сделать что-то самому. Ну, это два с половиной года. Какой разводиться, о чем речь? Это не причина развода, вы что? Нет, просто нужно что-то делать самому. Может быть, жене понравится, она тоже захочет побаловать, что-то вкусненькое приготовить. Я думаю, что нужно делать, а не ждать, что будет другой супруг. Если хочешь, чтобы вокруг тебя все менялось, начни меняться сам. Так говорят. Если ты сегодня поступаешь так же, как вчера, то завтра будет так же, как сегодня. То есть нужно что-то вменить в себе. Есть разные семьи, устроенные они по-разному. Например, семья актеров Александра Голобородько и Светланы Шершневые не считали бытовую сторону брака главной, поскольку занимались актерской профессией, но принесли свою любовь через всю свою жизнь. Но наша программа недавно стала инициатором того, что супруги спустя 60 лет совместной жизни обвенчались. Давайте вместе посмотрим, как это было. Как часто мы получаем письма, в которых женщины говорят, что отказываются от материнства, потому что рядом нет надежного мужского плеча. Мужчины или вовсе не хотят становиться отцами, или толкают женщин на аборт, а часто даже не горят желанием просто оформить отношения, тем самым дать женщине чувство уверенности, защищенности, опоры. На одну из программ «Служба спасения семьи» к нам в студию пришла замечательная пара – народный артист России Александр Александрович Голобородько и заслуженная артистка России Светлана Иосифовна Шершнева. Они прожили в счастливом браке более 60 лет. 3 июня исполнилось ровно 60 лет, как мы в городе Симферополе расписались. Мы предложили им обвенчаться, и недавно это таинство состоялось. Как трогательно видеть, как люди, прожившие долгую жизнь, прошедшие через радость и горе, воспитавшие дочь и внучку, сыгравшие множество прекрасных ролей, с волнением и нежностью друг к другу вместе идут к алтарю. Моё ощущение праздника, конечно. Вы знаете, по-моему, самое первое или, может быть, второе венчание в моей жизни, это было в 95-м году, когда я стал только совсем молодым священником. Я венчал пару, которая была ровесницей сегодняшних наших героев пары. Тоже было глубоко за 80, и они прожили, так же, сказали, больше 60 лет вместе. Это удивительно, конечно. Знаете, они пришли со словами, вот мы что-то не завершили, вот мы прожили такую счастливую жизнь, и так за ручку пришли вместе в храм. Мы, говорит, жили в советское время, люди не церковные, верующие. Говорят, ну вот нам можно повенчаться? Наверное, уже нельзя. И, конечно, до слёз было трогательно, что люди сохранили вот любовь, чувства, такие трепетные отношения друг к другу через всю жизнь. И вот сегодня я как бы, знаете, у меня такое вот повторение этого события уже прошло там, ну, чуть меньше 30 лет. Действительно, вот вновь эта пара замечательная, красивая, Александра Александровича, Светлана Иосифовна, которые захотели повенчаться, прожив больше 60-63 года вместе. Это, конечно, трогательно. Это замечательный пример, я думаю, для многих-многих, ну, для всех семей, что чувства можно сохранить в тени всей жизни. В какой-то момент устали, присели, но также тепло поддерживали друг друга. Как часто мы слышим от молодых штамп в паспорте, а тем более венчание. Зачем это надо? Надо. Ведь в браке, освященном Богом, всё по-другому. Если семья с Богом, люди с Богом, то всё на своём месте. Как блаженный Августин говорил, если Бог на первом месте, всё на своём месте. Вот такой замечательный пример. Действительно, вот знаете, говорит, ну, зачем венчаться? Зачем расписываться? Зачем то это? Это не имеет значения, это имеет значение. Благословение Божие имеет принципиальное значение. Счастливые люди, прекрасная жизнь. Но не всё было просто. У нас же трагедия была, я не знаю, я не очень хочу об этом говорить. У нас умер ребёночек, Тарасик, которого я всё время вспоминаю. Я всё время о нём думаю. И вот таких детей, вы говорите, почему вот рожают, не рожают. Я потом была напугана. Я бы рожала бы ещё больше. Но я родила только Оксанку. Потому что я вот как случилась эта трагедия. А так бы я, мы с ним всегда, когда поженились, мы мечтали пятеро иметь детей. Но у нас так не сложилось. Но, кажется, горе только скрепило этот союз. А радости было очень много. Светлана Иосифовна может часами говорить о любимом супруге. Быть женой которого не труд, одно наслаждение. Сан Саныч в семье рыцарь. Добрый, заботливый, ответственный. Дочь Оксаны и внучка Мария – продолжение их любви. Радость и надежда. Недаром жизнь, если прожил, это вот такая должна быть внучка, как моя Машенька. А дочка тоже, само собой, она же родила её. Это же там и гены, всё. Но вы понимаете, как всегда, детей не так обожают, любят. Как-то жизнь кажется такая вечная, всё это так рядом, параллельно идёт. А вот это вот всё в одном русле уже. И больше ничего не надо. Я говорю, Саша, вот для этого стоит жить. Мы с тобой прожили жизнь, чтобы у нас появилась Мария. У неё, кстати, сегодня именины. Да. В такой прекрасный праздник, успение Божьей Матери. И я так рада. Вот всё соединилось. И я такая счастливая. Вот клянусь. Знаете, мне очень, наверное, тяжело жить в современном мире, потому что всю жизнь у меня перед глазами пример людей, которые каждую секунду из своего существования подтверждают, насколько это значимо, насколько это важно, красиво, правильно. И для меня это всегда был некий идеал, то, как бабушка и дедушка любят друг друга, и, конечно, любят друг друга в браке. Вот. Поэтому не скажу, что отношусь в этом смысле к современному поколению. И хочется только пожелать современным юношам и девушкам такого счастья и такой любви. А молодым, как к ним сегодня совершенно справедливо обратились, многое и благая лето. Мария Чугреева, Михаил Гюферев, Борис Сафронов. Телеканал «Спас». Ах, какое счастье, отец Алексей, спасибо. Вот мы здесь вот, я помню, дату даже назначали. Тот же самый вопрос задал, так вы... Да. Егор, тебе поручение от нашей программы. Последи, пожалуйста. Назначили. Да, все это выполнили. Знаете, когда мы венчались, моему сыну старшему было 5 лет тогда, я всю церемонию очень так внимательно смотрел, потом подошел и сказал, «Пап, а короны отдадут?» У каждого ссорится об счастье, я точно знаю, что нужно обязательно говорить друг другу замечательные, прекрасные слова. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в программу «Снова». В эфире «Служба спасения семьи». Мы продолжаем наш разговор, продолжаем читать ваши письма, отвечать на ваши вопросы и принимать звонки. Как раз у нас есть телефонный звонок, поэтому мы сейчас его и примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Очень приятно. Говорите. У меня вопрос к священнику, если можно. Дело в том, что я человек от церкви далекий достаточно, но вот сейчас у меня сложная семейная ситуация. Хотелось бы, в принципе, прийти к священнику, поговорить об этом, но я советовалась с знакомыми, которые больше в церковной теме, и мне сказали следующее, что все священники однозначно против разводов, поэтому какая бы ни была ситуация, ты придешь, и тебя будут отговаривать, разводиться. Ну, то есть, получается, что мне? Вот интересно, чтобы священник мне ответил, что априори будет все равно ответ такой, что нужно однозначно сохранять семью в любой ситуации. Тогда вопрос, в чем же может заключаться помощь священника? Ну, неужели у него не бывало таких случаев, когда он действительно считал, что да, в данной ситуации развод уместен? Вот, имеет ли смысл приходить, советоваться именно к человеку религиозному, если ты настроен все-таки на развод и хочешь услышать его мнение, а у него мнение будет однозначное? Вот в чем мой вопрос, пожалуй. Спасибо. А что происходит в вашей семье? Можно я задам вопрос? Супруг вас бьет, угрожает вам? Да, принимает наркотики, алкоголь, что это? Ну, понимаете, как бы, ну, я бы сказала, что нет, он меня не бьет и не угрожает, но это скорее ситуация связана с... Это скорее ситуация связана с неверностью, скажем так. Но углубляться мне бы не хотелось. Да, а где чем углубляться? Ну, а тогда я отвечу? Да, ну, вопрос... Да, отец Алексей отвечает на ваш вопрос. Ну, понимаете, в чем дело? Когда мы идем в храм к священнику, а на самом деле в храм мы идем к Богу, мы идем ведь не только для того, чтобы услышать подтверждение нашей мысли, но для того, чтобы помолиться. Ведь и развестись можно по-разному. Можно со скандалом, с таким саморазрушением, а можно сохранить себя, сохранить мир. Ведь внутреннее состояние человека может быть разным. Поэтому мы обращаемся к духовным людям, к духовникам, к Богу, конечно, в первую очередь. Безусловно, существуют случаи, когда брак уже перестал существовать, когда он разрушен, и надо разводиться. В том числе это касается измены, или вот то, что вспоминали, там, бьет, опасность, риск для жизни существует. Не во всех случаях нужно сохранять брак. Но прийти к священнику поговорить, посоветоваться, всегда будет польза. Давайте тогда зачитаем письмо, тоже про блуд. Муж изменил с подругой семьи, когда сыну была неделя. Расставались со скандалом, угрожал отобрать ребенка, делить вещи. Спустя полгода уже жил с этой подругой. Начал написывать ласковый смс с акцентом «пока еще моя жена». Я пригрозила, что расскажу его любовнице, и сразу все стихло. Правильно ли я сделала? Ведь такой отец ребенку точно не нужен. Получается, по факту, после измены брака уже нет. И если такое произошло, то все правильно сделано? Ну, правильно или неправильно, Бог знает. Но то, что если решили прекратить отношения, бывает, когда люди прощают измену. Это тоже такой свой подвиг. Конечно, в Евангелии сказано, нет вины разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Действительно, если измена произошла, то порой просто невозможно сохранить брак. Но бывает, что люди действительно вот как-то побеждают ужасное состояние свое, склеивают, стараются сохранить семью. И с Божьей помощью это получается. Но если решение произошло уже, что все, если брака уже нету, то, конечно, такое поведение, то здесь, то там, то здесь, то там, надо это пресечь. Ну, тем или иным способом. Ну, если способ, так сказать, удался, если это пресечено, прекратилось, значит, правильно. Если нет планов сохранять семью. Был ли вообще изначально брак, потому что, значит, мы ждали ребенка, а он уже гулял с другой. От меня уходит муж. Только что пришло письмо. 15 лет брака, трое детей. Уходит к женщине с ребенком, который моложе на 10 лет. Понимаю, полюбил. Но мне ужасно больно. Как себе помочь? Как смириться с этим, пережить как можно быстрее? Мир рухнул. Мне кажется, что я больше никогда не буду любимой и нужной. Будто туфлю выбросил ненужную. Брак венчанной в церкви. Как пережить это с Богом? У женщины есть дети, которых она любит, которые ее любят, которые с ней остались. И идти к Богу. Господь наполнит ее жизнь всем. У Бога всего много. Ни в коем случае не замыкаться в своем горе без конца. Знаете, часто бывает, что рассказывают, переживают, обдумывают по кругу, по кругу, по кругу все. И такая просто уже зацикленность, как вот вбивают гвозди сами в себя. Не держите обиду. Ну, отпустите. Но попросите Господа, чтобы он вам помог. Ну, берегите отношения. Берегите любовь. Разрушить всегда очень-очень просто. Но сможете ли вы что-то построить потом взамен? Большое спасибо, что были сегодня с нами. В эфире службы спасения семьи с нашими экспертами и священниками. Мы будем стараться помочь спасти именно вашу семью. И помните всегда, что верующий человек не бывает одиноким. Пишите нам письма, наш электронный адрес, по номеру телефона. Звоните. И еще раз запомните навсегда. И повторяйте, безвыходных ситуаций не бывает. Божьей помощи вам. И до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова